Оглашение состоялось без присутствия журналистов. Возможно, по причине того, что, как ранее заявляли в суде, некоторые материалы дела относились к категории государственных секретов. Только после вынесения приговора представитель уголовного суда сделал короткое сообщение для нашего телеканала. Приговором суда организатор группы Самадже получил 9 лет. Его главный подельник Александр К. 8 лет. И третий соучастник АСИФ Т. 4 года 9 месяцев строгого режима. Установлено, что Самад и Александр состояли в членстве экстремистской организации «ДАИШ», запрещенной в Казахстане. В компьютере у АСИФа находились материалы экстремистского характера. На скамье подсудимых трое молодых людей в возрасте 21, 22 и 31 года. Среди них представители славянской, азиатской и кавказской национальностей. Все жители Каргандинской области. Все ранее судимые. Органы следствия установили, что подсудимые вошли в контакт с представителями одной из экстремистских организаций, запрещенной в Казахстане. От них они получили задание на проведение серии терактов. Чтобы раздобыть средства для масштабных действий, им предлагалось еще и ограбить одного из шимкентских бизнесменов. Получив от своих покровителей подробные инструкции, имя и адрес бизнесмена, видеоаппаратуру для фотоотчетов и тысячу долларов на оперативные расходы, двое молодых людей отправились в Шимкент. Третий остался в Карганде, координируя деятельность подельников. В Шимкенте подсудимые вели наблюдение не только за бизнесменом, но и за его детьми и внуками. В мае-июне 2016 года они готовили покушение на одного из шимкентских бизнесменов с целью получить средства для совершения в дальнейшем террористических актов. Однако, не доведя своего умысла, по независящим причинам они были задержаны сотрудниками КНБ. Судебное следствие длилось более двух месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.